Белоруссия В 1980 году Минский автозавод Награжден международным призом золотой Меркурий С чего же началась история завода? С этим вопросом мы обратились к генеральному директору объединения Михаилу Федоровичу Лавриновичу История завода началась в 1944 году, 9 августа Когда было принято решение о строительстве нашего завода А началась она так Война еще не закончилась, а люди пришли сюда строить завод Сегодня на заводе работают сыновья и внуки первых строителей и рабочих С историей завода тесно связана судьба многих рабочих династий Лучшие рабочие, передовики производства пользуются всеобщим уважением Их фотографии на заводской доске почета Сейчас обеденный перерыв Воспользуемся им и поговорим с рабочими Здравствуйте Добрый день Я диктор белорусского телевидения Мы вас сразу узнали Я вас тоже узнала Я видела ваши фотографии на доске почета На доске почета фотографии почти всех членов нашей бригады А сколько человек в вашей бригаде? Кроме нас троих, еще пять человек Я хочу побеседовать с вами Вы уже пообедали? Да, спасибо Только давайте лучше пройдем в комнату отдыха нашего цеха Там будет удобнее Хорошо Проходите Садитесь, пожалуйста Спасибо Саша, приготовьте Хорошо Я тебе помогу Итак, прежде представьтесь Как вас зовут? Кто вы по профессии? Я Сергей Стрельченко Бригадир По профессии мы слесари-сборщики Пожалуйста Спасибо Самый молодой из нас Саша Павлович Он работает в нашей бригаде третий год Не только работает Но учится в Минском политехническом институте На вечернем отделении Скажите, Саша Вам не трудно Одновременно работать и учиться? Ну, конечно, трудно Но я хочу стать инженером Для этого надо учиться По-моему, хороший инженер обязан знать рабочие профессии Спасибо, Саша А как вас зовут? Меня зовут Толя Ефремов Я тоже слесарь-сборщик Толя слесарь-сборщик высшей квалификации Кроме своей основной профессии он владеет еще тремя Толя, что вам особенно нравится в вашей профессии? Я люблю возиться с машинами Даже в свободное время Недавно мы с приятелем собрали легковой автомобиль Собственной конструкции Теперь на нем езжу на работу А вы не хотели бы работать на другом заводе? Поближе к дому? Нет, не хочу Почему? Нет возможностей? Возможностей много Слесари везде нужны Да и завода в нашем городе хватает Но это мой завод Здесь работали мой дед, мой отец Не знаю, какую профессию выберет мой сын Но я бы хотел, чтобы он сюда пришел А вы, Сергей? Я пришел на завод после училища в 17 лет Меня здесь хорошо приняли Многому научили Теперь я слесарь 6-го разряда Сам помогаю молодым И знаю, что нужен именно здесь На этом заводе Сергей очень верно сказал Заводу необходим именно ты А завод нужен тебе Творец культуры завода для тебя Пансионаты и базы отдыха Тоже для тебя Заводская квартира для твоей семьи Пенерские лагеря Детские сады для твоих детей Если работаешь хорошо, честно Твой труд оценят Извините, нам пора на рабочие места Ну что ж Спасибо вам за беседы, за чай Успехов вам Спасибо Мы хотим рассказать вам еще Об одном заводе и его люди Этот небольшой городок Называется Жодино Именно здесь Выпускают самые большие Тяжелогрузные самосвалы В Европе Завод производит самосвалы Грузоподъемностью в 180 тонн Грузоподъем 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 Белоруссия сегодня один из самых крупных промышленных районов страны, часть единого народно-хозяйственного комплекса. Кроме автомашин, тракторов, Белоруссия выпускает еще много различной продукции, о которой мы не успели рассказать.